Студотрядовское движение в Солигорске набирает обороты. Если в позапрошлом и прошлом сезонах районный комитет БРСМ трудоустраивал 200-300 человек, то в этом планируют предложить занятость 800 молодых людей. Выбрать можно из нескольких профилей. Коммунальники планируют задействовать экологические студотряды на уборке территории и озеленении. Отдел образования привлечет будущих педагогов для работы в оздоровительных лагерях. Найдется фронт работ для молодежи также в торговле и сельском хозяйстве. У нас идет запись желающих трудоустроиться. Это у нас такие дни, как среда-четверг, 314 кабинет Солигорского райспелкома. Любой желающий может прийти и записаться в состав студенческого отряда, то есть того профиля, который посчитать для себя нужно. Уже заключены договора с некоторыми организациями, которые примут студенческие отряды. Это и торговые сети у нас, и сельскохозяйственные организации. Торговые сети – это традиционно торговый дом «Радуга-свет», Солигорсторг, ЖКХ-комплекс, организация тоже много берет. Сельскохозяйственные организации – это Большевик Агро, Солигорский Агросервис. Планируется еще работа строительных отрядов на июль-август. Пока идет проработка данного вопроса. В этом году в каждой области предусмотрено 10 тысяч рабочих мест для организации летней занятости молодежи. Число вакансий возросло после 42-го съезда БРСМ, который прошел в январе этого года. Тогда президент страны высказался в поддержку студотрядовского движения. Учитывая, что в Солигорском районе много молодежи, число жителей от 14 лет до 31 года приближается к 28 тысячам, число выделенных рабочих мест для школьников, учащихся и студентов увеличили до 800. Заявлять о своем желании подработать могут подростки с 14 лет. 14-летнего возраста можно уже доустраивать молодежь. Это не противоречит трудовому кодексу Республики Беларусь. Там лишь есть ограничения по времени для работы. 14-16 лет – это 4 часа 23 минуты. 16 лет – 18 лет – это 7-часовой рабочий день. Ну, соответственно, уже совершеннолетние у нас работают 8-часовая рабочая день. Что касается зарплаты, то она будет зависеть от продолжительности рабочего дня и профиля отряда. В экологическом отряде можно будет заработать около 2 миллионов рублей. В сервисном – около полутора. Более высокими зарплатами отличаются строительные отряды. В прошлом сезоне там платили около 3,5 миллионов рублей. К слову, участники студотрядов БРСМ освобождаются от уплаты подоходного налога.